так всем привет дорогие друзья домашний влог воскресенье ну что в италию вроде пришла весна сливка моя боролась под холодом такие холода были о ее 1 2 градуса ночью наверное 3 ой холодрыга была в общем как она боролась как она выжила вся обрезанная ну вот дала цветочки свои так и вот это вот персик персик так персик тоже вот хочет уже распускаться ну хоть бы тут не ляснула опять этот холод ну представляете показываю вам свои деревья которая уже это вот персик у меня тоже по обрезали ветки эту на улицу через забор перелазили уже там персики вовсю были ну знаете как люди же они ходят персики растут им завидно вот чего вас ветки торчат пришлось по обрезать так уже на лосо обрезали этот бедный персик я не знаю будет с него что-нибудь тоже уже хочет он распустить свои цветочки смотрите вот показываю какая весна начинается в италии сегодня в италии пальмовое воскресенье то есть доме никогда пальмы когда идут там церковь и берут веточку оливкового дерева вот мы сегодня уже взяли значит освещенная веточка которая символизирует мир и везение в каждый дом то есть каждый должен взять эту веточку и она стоит вот течение года до следующего воскресенья такого пальма то есть говорят о том что эта веточка как бы несет в дом везение вот мы тоже взяли такую веточку сегодня в церкви а вот такие вот дела дорогие друзья вот такое блюдо я приготовила сегодня вот туда в это воскресенье пальмовое это ризотто с морепродуктами я вам уже не показываю как его там готовила выготавливала если вам интересно напишите я могу и показать как я готовлю ризотто с морепродуктами вот такое вам покажу сейчас открою ням ням такое да вот сегодня мы такое будем употреблять на обед дорогие друзья так закрываем крышку так вот такое у нас воскресенье покажу вам еще некоторые покупки которые я сделала и вот такой вот этим я и закончена на мой маленький вложек вот такой вот да воскресный да 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 дорогие друзья вот смотрите что я еще сегодня выкупила сегодня воскресенье у нас открыты магазины перед паской они воскресенье работают делают такие вот дни воскресные рабочими так это три шоколадных яйца они достаточно дорогие но вы знаете кто смотрел на прошлые фильмы в италии реклама о реклама говорю значит в италии когда вот вот этот праздник приходит реклама я не делаю рекламу этих марок когда приходит пасха они вот очень сильно любят шоколадные яйца вот я купила три яйца мне осталось еще одно яйцо купить потому что у нас четыре членов семьи и мы будем раскрывать пасхальный день там внутри каждого яйца есть сюрпризики и конечно они очень огромных денег стоят вот это в середине десять яйцо большое стоит ну эти по семь или по восемь вы знаете что дорогие друзья это конечно стоит больших денег и очень не хочется их тратить потому что в основном внутри как всегда шиш такой вот просто ну так как уже традиция все ждут чудо что же внутри поэтому приходится тратить деньги перед пасхой здесь в италии покупать эти яйца вот такие вот яйца так вот это вот в середине луи написано это для доната мы там но мне уже поменьше там уже одно написано лей да женское такое там вот это розовенькое да потом откроем это через неделю пасха у нас дорогие друзья и вы увидите что же внутри этих яиц поэтому дорогие друзья ожидаем сюрпризы вместе с нами так дорогие друзья вот моя покупочка еще одна это сережки марки брейл это не они не золотые не серебряная металл какой-то там хороший конечно я точно не помню что там было написано но это высокая бижутерия вот итальянская марка брейл метки часы тоже сейчас вам покажу вот они со своей там книжечкой штучкой дрючкой такой да и вот они вот так вот выглядят как звоночки такие знаете как колокольчики так вот это не дзын дзын тогда ну не знаю как вам лучше показать вот такие типа там такие вот кристаллики внутри в этих колокольчиках да но стоили они где-то около 25 евро тоже по скидке они даже дороже там под тридцатник стоили ну там что-то 25 24 что-то типа такого вот вот такие сережки себе выкупила мне такие часы я подумала что я хочу таких сережки такие малюсенькие так что мне вот они понравились такие их там эти прибамбасы гарантия там написано так дорогие друзья вот такой вложек у меня маленький без лица моего уже извиняйте воскресенье вот в это пальмовая да и значит самый короткий фильм наверное который у меня есть но я шучу дорогие друзья так всем всего самого доброго добрый доброго воскресенья и всех люблю целую обнимаю как всегда была реальная италия на втором добрый добрый день